Вы смотрите канал Дедовский Метод. Всем отличного здоровья и хорошего настроения. Хочу вам сегодня продемонстрировать такой вот гаджет для зажигания газовых плит. Но мне его просто презентовали. Газовой плиты у меня нет. Есть там моя переносная, но я ей буду пользоваться изредка. Но в основном мне презентовали для розжига камина. И я еще применяю теперь ее для розжига печки в доме. Но как бы печку я разжигаю газовой горелкой, когда вот приезжаю на дачу зимой, потому что все промерзает здесь до кости, так сказать. И тогда только газовая горелка выручает. А так вот сейчас я разжигаю, я вам продемонстрирую, вы увидите этот розжиг печи. Так что просто сейчас маленький такой обзор. Но кто хочет такую вещь приобрести, ссылка будет под видео, можно зайти посмотреть. Работает очень просто. Вот так раз и уже горит. Почему мне удобно, да? Ну вы там в розжиге печи увидите, я сниму вам ролик. А розжиг камина также вот удобно. Я, допустим, сложил дрова, туда вот спичкой залез неудобно. А этой штукой раз, подлез, зажег и все дела. Очень удобная. Ну тут есть еще такая штучка, вот это. Можно вешать ее там на... После вашего прибора, на гвоздик или что вы там придумаете. Потом есть плюс-минус. Это больше газа, меньше газа. И есть вот такой стопор. Вот он, тормозит эту штуку. Но это, я думаю, для детей. Вернее, от детей. Так закрыл, и дети уже баловаться не будут. Ну, детям лучше, понятное дело, объяснять. Это так уже, перестраховка. Теперь, вот она газовая, да? Многие скажут, ну, газовая там, для газовых плит лучше купить такую, которая там вот искру дает. Но у меня нету газовой плиты, повторюсь. Мне нужно зажечь там сухой спирт или бумагу. И вот мне она как раз супер. Теперь, вот такой газовый баллончик. Ну, здесь без роду, без племени он. Но самое главное, что оно подходит. Вот здесь есть такой разъемчик, куда он вставляется и будет заправлять, так сказать. А ну, попробуем. О, видели? Газ ушел. Все, я ее подзаправил немножко. То есть, это удобно. Иметь такую штуку, в любой момент всегда оно будет срабатывать. Газ закончился, вы заправили и все. Какой там искропреобразователь, я не знаю. Насколько его хватит, не буду говорить. Ну, вот просто, что удобно. Такой гаджетик. Я как-то так сразу тоже отнесся, думаю, да, ну, ради бога. А сейчас я без него, как без рук. Очень удобно. Ну, все, вот такой мой маленький обзор. Они есть разные. Но принцип вот один и тот же. И это, в принципе, попалась качественная штука. Ну, прежде чем мне презентовать, мне сказали, что они так же купили такую, пользовались, убедились, что она классная. И потом вот. Да, оно недорогое. Ну, понимаете, сам подарок важен, а не цена подарка. Да, потому что это внимание самое первое. Ну, и приятно, что помнят и дарят. Так что можно такое дарить даже друзьям. Да и в поход такое, в принципе, можно брать. Ну, не знаю, это кому как. Все, сейчас я пойду вам продемонстрирую, как он работает. Я буду разжигать печку. И вы увидите, как это все происходит. Ну, а теперь демонстрация этого гаджета. Просто как удобно. То, что я говорил. Видите, я спичками туда тяжело добраться. А так руку поставил, зажег сухой спирт и все на этом. И пускай разгорается. Дровишки разгорятся сейчас. Потом добавлю еще дровишек. Зимой я просто буду разжигать газовой горелкой. Так быстрее просто получается. Сейчас дом протоплен. Оно разжигаться будет быстро, потому что печка в своем обычном режиме. Но самое главное это вот. Оно длинное. Туда залезть удобно. И поджигается моментально все. Ну, вот уже огонь пошел на всю, так сказать, мощь разгораться. Видите, там у меня просто специальная есть подставка, сваренная с арматуры. И все. Теперь я просто закрою. Оно сейчас еще сильнее пойдет гореть. Даже по звуку. Видите, как слышно по звуку, как пошло все. Дровишки у меня здесь есть. Все есть. Так что все. Гаджет работает великолепно. Итак, обзор мой завершен. Если вы все это смотрели, видели, сделали свои выводы. А я просто поделился с вами вот такой штучкой. Которую я действительно испытал, опробовал. Нужная вещь в хозяйстве. Ну что, на этом все. Мой обзор завершен. Спасибо всем за внимание. С вами был канал Дедовский метод. С таким вот нужным гаджетом в хозяйстве. Ну а вы комментируйте. Может еще какие-то гаджеты есть. Это интересно. Нужно пользоваться благами цивилизации. Да, может это не для 21 века. Но мы еще живем в 19, я думаю. Так что для нас это передовые технологии. Итак, еще раз спасибо за внимание и до новых встреч.